Привет, дорогие сплетики! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон, и сегодня у нас жирнейшие сплети, и я для вас нарыл все доказательства. Поговорим, конечно, про абсолютно безумный цирк с ситуацией с Алексеем Навальным. Не могут отдать тело, скрывают где, ничего не говорят. Абсолютнейшая началась вот эта вот ротация безумия. Обсудим это все в детали. Конечно, поговорим про продажу полностью с потрохами Оксаны Самойловой и Джигана, и причины, почему они продали Кремлю. Поговорим про двуличие Алексея и ее нового мужа. Поговорим, конечно, про то, как красиво погладил Пашорский Кремль Тимоти. Ребята, у нас сегодня просто жирнейшие сплетни, жирнейшие новости. Поэтому схватили свои стаканчики от Баленсиага, налили до краев кофе. Нам будет что сегодня обсудить. Прошу прощения, вчера у меня не вышли сплетни и новости на этом канале. Я сейчас в процессе переезда девки, я просто теряю контроль над всем. Нет, я никакой контроль не теряю, но иногда просто не успеваем записать видео. Поэтому прошу прощения, что не вышло. Ужаснейший инфоповод, который мы не можем отпустить, о котором невозможно не говорить. Мы, конечно, говорим про уход Алексея Навального. И вот после того самого ужасного видео, вот это видео, по этой ссылочке можете пройти посмотреть, мы сконцентрировались не на сочувствующих сообщениях от лидеров мира. Мы говорили не о том, что... Знаете, риторика, простая риторика, недостаточная риторика. Мы сконцентрировались в том же самом видео именно на причинах ухода Алексея Навального. И вот начался самый настоящий цирк сейчас с рук его тела. Тело Алексея Навального находится на данный момент в окружной клинической больнице Слихарда. Как сообщают наши источники, ничего пока не вскрывали. И предполагается, что ждут специалистов из Москвы. Тело туда доставили вечером 16 февраля, потому что они на 17 февраля до сих пор ничего не вскрыли. В Слихард из Москвы срочно прибыли два рейса. Однако местный таксист сообщил журналистам, что вечером 17 февраля в аэропорту Слихарда присоединились два борта вне расписания. Судалисты предполагают, что именно вторым спецрейсом как раз могли прилететь эксперты, которые должны провести вот это вот самое вскрытие. Небольшие самолеты, цитаты. Первый джет сел около шести вечера, встречали машины следственного комитета, а второй прилетел часа через полтора. Я сам лично видел, кто на нем прибыл, но коллеги говорили, что из самолета вышли человек семь. Прошли в здание аэропорта, так сообщил. Сотрудник Слихардовской станции скорой помощи рассказал, что на теле Навального были обнаружены пятна, ну какие-то синяки. Цитата, такие повреждения, как описывали их. Те, кто видел, проявляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать. Вот кровоподтеки появляются. А еще говорили, что на груди тоже синяк имеется, но такой, который появляется здесь с непрямым массажем. Сердца, то есть реанимировать его все-таки пытались. И, как утверждается, ушел он на тот свет, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока ничего никто не говорит. Мать Навального приехала. Сначала ей сказали, что тело сына там, потом в морге, потом еще где-то. И бедная женщина, просто уничтоженная собственным горем, моталась в попытке понять, где вообще находится тело ее сына. И тело, конечно, никто не выдал. Сейчас это все будет скрываться, сейчас это будет все флироваться. Никто ничего никому не скажет. Это ужасно, ребят. Это ужасно беззаконие, какое оно есть. Буквально из каждого угла, что бывшие заключенные заявляют этой самой колонии Полярный Волк о кончине Навального и об условиях, в которых он сидел. Цитата. В прогулочном дворе. Когда прочитал, что у него якобы тромб оторвался, я сразу пацанам сказал, смотрите, плохие люди, они его отправили на тот свет. Описывает свою реакцию один из заключенных колонии Полярный Волк. Нарушителям, оказавшимся, как Навальный в ШИЗО, разрешены ежедневные прогулки. Из дворов в Полярном Волке убрали камеры, так сообщают источники Медузы. Там же можно делать, что хотите. Силы взять, все вы понимаете, о чем речь. Хоть отправят на тот свет, хоть что с ним делать, говорит тот из них, кого во время прогулки как раз таки и молотили эти самые другие заключенные. Также сообщается, что заключенных из ШИЗО выводят на прогулку ранним утром. А по сообщению ФСИН, скорую помощь Алексею Навальному вызвали днем после прогулки. Однако бывшие заключенные этой самой колонии, вышедшие на свободу в 22-м году, не считают, что это странно. По его словам, распорядок меняется каждый год и зависит от личности заключенного. Какой конкретно был распорядок дня Навального, не удалось узнать. На новой газеты Европа поговорил с одним из заключенных, который прямо сейчас сидит там, в этом самом Полярном Волке. По его словам, непонятный кипиш в Полярном Волке начался еще вечером 15 февраля. То есть накануне официально объявленной даты его ухода на тот свет, осужденных заперли по баракам, а охрану усилили. Тогда же он услышал, как на территории колонии заезжали какие-то машины. Заключенный, говоривший с изданием, утверждал, что о кончине Навального в колонии стало известно только около 10 утра 16-го числа. То есть есть подозрение, что 15-го числа его уже не стало вертиться. Конечно вертится, конечно крутится, конечно за всех сил пытаются скрыть истинные причины. Что произошло, ребята, это абсолютнейшая кошмарная ситуация. Приложили ли к этому руки или довели до естественной кончины. Это ужасно, ребят. В любом случае, как ни поверни, это просто кошмар. И условия содержания бедного Алексея Навального, оно просто не укладывается в голове. Это ужасно, это чистое просто уничтожение оппозиционера. Ну правда, ребят. И, конечно, сейчас неслись вот эти вот мерзостные люди. Во-первых, конечно, убирают мусор в Москве. Мусор? Не, место в центре Москвы. Я прибираю мусор. Выбираешь? Ты работаешь? Да. Давай деньги обратно. Я волонтер. Какой ты платит дождь? Волонтер, который борется против предателей Родины. Что ты тогда боишься? Открой не фото. Слава России! Отморожки. Дайте его прибрать мусор. То, что вы увидели, это парень собирал цветы и свечи на месте, где сторонники Навального создали импровизированный мемориал, чтобы выбросить мусор. Так он сказал, так как все это валялось на земле. Тут же появились сторонники Навального, стали требовать от него деньги за, считай, потраченные на цветы и свечи. И он сказал, я убираю мусор. Слава России! Вчера абсолютно во многих местах, публичных местах в России праздновали, да, праздновали уход Алексея Навального, скандируя «Оторвался Тромб». Оторвался Тромб. Я без шуток сейчас. Ребят, это просто кошмар. Весь Телеграм сейчас забит подобными вот сообщениями. И, то есть, вы понимаете, половина страны скорбит, половина страны плачет, половина страны... Может быть, я не знаю, какая половина. Я говорю просто образно половина. На самом деле, огромное количество людей потеряли надежду, потому что для них Алексей Навальный, он был символом, символом свободы, символом демократии, символом перемен. И после ухода Алексея Навального для людей, конечно, началась самая настоящая фрустрация. Без шуток. Я не россиянин. Я не гражданин России. У меня были мои заблуждения, за которые я извинялся множество раз. Я удалил видео, где я не верил в отравление Алексея Навального. Я извинился миллион раз за это, потому что людям свойственно ошибаться. Но, тем не менее, огромное количество людей искренне радуются его кончине. Искренне радуются, что его больше нету и что он враг России. То есть, вот эта вот вся ситуация, она просто не укладывается в моей голове. Абсолютно ужаснейшая ситуация. Ну и, конечно, огромное количество просто отвратительнейших публичных людей. Мы здесь даже не говорим про Антона Красовского или Симоньян, которые искренне радовались уходу Навального. Симоти высказал свою версию ухода Алексея Навального на тот свет. Любому маломальски думающему человеку понятно, что политически никто в виде заключенного на 19 лет в колонии Полярный Волк не представлял никакой опасности и не имел никакого веса или инструментов воздействия на текущий климат принятия решения в аппарате. Соответственно, и инциденты абсолютно не нужны, особенно в преддверии выборов. Зато это единственный из возможных вариантов противоставить хоть что-то в лице мировой общественности такому значимому интервью, которое опубликовал Такер и Путин. И повлекло просто истерическую реакцию среди глав государств враждебно настроенных по отношению к нашей стране и ее политике. Далее крыть было нечем, так как менее западного конгломерата в отношении дальнейшего финансового потока, выделяемых на поддержание военных действий, сильно разделились. Бесконечные эмиссии, конечно, накачивают деньгами ВПК и стимулируют экономику, но только на Западе. Но в Европе нет, так как в основном массе это деньги налогоплательщиков и резервные фонды. Раскол мнений неизбежен. Отсюда и то, что произошло очевидная работа создателей и спонсоров этого оппозиционного проекта с целью дискредитации окрепших позиций Москвы и лоббирования решений об увеличении объема финансирования и формирования негативного имиджа руководителя. Конечно, сейчас идет вот эта вот легенда о сакральной жертве. Конечно, сейчас идет вот это вот мнение, что Навального убрали руками западных кукловодов в колонии Полярный Волк. То есть до туда дотянулись эти самые руки жуткого Запада. И ходят вот эти вот спекуляции на эту тему, что позиция Москвы укрепилась. Конечно, позиция Москвы укрепилась. Потому что помимо Путина есть четыре клоуна, которые имеют 100% пропутинскую позицию. Единственное, надежденно не дали ему поучаствовать в выборах, потому что знали, что даже если не победит, то внесет раскол в мнение жителей Российской Федерации. И, конечно, имеет он четкую антивоенную позицию. И это не смогли допустить. Не допустили никого. И сейчас окрепшие позиции Москвы, окрепшие позиции Кремля. Такая клоунада, такой цирк, ребят. Это пишет Тимати, который в теории, в политике ноль абсолютнейший. Но нужно отрабатывать, нужно очень серьезно и много отрабатывать за свои, я не знаю, те плюшки, которые он, возможно, получает. В любом случае, дорогие мои дамы и господа сплетники, мы будем очень внимательно наблюдать с развитием событий по бедному несчастному Алексею Навального, который просто отправили на тот свет. Мои соболезнования, повторяю, всем родственникам и близким Алексеям. Ну и, конечно, для всех русских, для кого Алексей Навальный был тем единственным маяком в этом совершенно мрачном мракобесии. Мне очень жаль, что этот маяк потух и на замену Алексея Навального нету никого. Мои большие переживания также по поводу Яшина, Карамурзы. Потому что неизвестно, в каком состоянии они находятся в заключении и не пойдут ли они следом за Алексеем Навальным, чтобы полностью уничтожить любых, даже чуть-чуть вот поднявшихся над толпой своим собственным мнением. Будем внимательно наблюдать и мои искренние переживания. Теперь просто ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, поставьте лайк этого видео, буквально секунда. В вашем времени это очень сильно поможет нашему комьюнити, очень сильно поможет в продвижении наших видео. Сделайте эту красненькую кнопочку, серенькую, подписавшись на самое крутое русскоязычное комьюнити сплетников на этой планете. У нас здесь интересно, у нас здесь горячо, у нас здесь каждый божий день. Конечно, хочу напомнить, что за вчера у нас вышло вот это вот гадание на картах Таро. Гадали мы на святую пару Лисану Тяшеву и Павла Воли. Кто пропустил по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть. Очень интересное видео, но самое ужасное видео, которое мы с моей мамой делали, это было примерно 12 месяцев назад. Мы гадали на Алексея Навального. И в том самом гадании, по факту, в конце видео вы можете посмотреть тот самый кошмарный прогноз, который сделали мы. И который в итоге реализовался. Дорогие мои сплетники, все вы знаете на этом канале. Мы поддерживаем малый бизнес. И сегодня я сижу в абсолютно крутейшей кожаной косухе. Самый настоящий рок-н-ролл. И это просто шикарная вещь. И мы не просто шикарная вещь, которую делают какие-то умельцы. Да, конечно, у нас разные сплетники. Малый бизнес это вы сплетники, которые занимаются собственным бизнесом, пытаются подняться. Но здесь мы говорим про достаточно легендарную косуху. Во-первых, конечно, носила эту косуху Мадонна. Про эти косухи от Дарьи и Мария упоминали все от ВОК до Космополитен. Абсолютно серьезное производство в Испании. Дорогой Антон, нас зовут Дарья и Мария Васильевы. Мы сестры-близняшки и создатель бренда Дарья и Мария. Сейчас наш бренд базируется в Испании и Соединенных Штатах. Одна из знаковых вещей нашего бренда это кожаные байкерские косухи с точными копиями картин великого художника эпохи модерн. Альфонс Муха, украшенный брутальными металлическими заклепками, искусственно состаренные. Наши косухи изготовлены из натуральной кожи. У нас высшее художественное образование и мы расписываем косухи вручную. Картины рисуются специальными красками, поэтому в косухах можно выйти под дождем и снегом. Надеюсь, что тебе понравится наш подарок. Носи с удовольствием. Сейчас немножко расскажу побольше про эти замечательные косухи. Спасибо, Дарья, спасибо, Мария. Это просто шикарная косуха. А я в косухах знаю толку, у меня, наверное, в личной коллекции штук 12. Это самый настоящий рок-н-ролл. Правильно, качественно. Именно здесь правильно, это критично. Шитая косуха, как она должна сидеть, как она должна... Ах, этот хруст кожи, вы слышите вообще, ребят? О, боже мой, это шикарная вещь. Ну и, конечно, восхитительно рок-н-ролльная такая отвязная рубаха. Но, милые мои, когда я жил в Варшаве, это было, наверное, 3-4 года назад, мы говорили про огромный скандал с Ритой Дакотой, связанный именно с этим брендом Дарья и Мария. История произошла с нашим брендом, пишут они. К нам обратилась помощница, стилистка Дакоты. Она хотела кожаную куртку для съемок клипа и видео на YouTube. В Америке поделилась Дарья. Все это время, цитата, мы ждали и наблюдали. Рита постоянно ходила в этой куртке, она в ней курила кальян. Была в аэропорту с Настей Ивлеевой, практически не снимала ее. В итоге, мы все, что просили за куртку, вы получили бесплатно куртку. Отметка в Instagram. Все, что просили Дарья и Мария. Напомню, эти куртки Мадонна носила, ребят. Рита нам ответила, что ей сказали, что это подарок и не передавали ни про какие отметки. В итоге, владельцам Дарьи и Марии вернули куртку в непотребном виде без отметки. Человек не захотел поблагодарить нас и оставить куртку себе. Блогеры, с которыми мы сотрудничаем, говорят, что не будут брать деньги за отметку, потому что вещь дорогая в себестоимости. Рита использовала наш бренд и кинула, как подачку, обратно. Естественно, мы никому не смогли продать эту куртку, хотя на нее были затрачены кучи денег и времени, закончила дизайнер. Мэры в деталях говорили про этот самый скандал. Мы запускали этот самый хэштег «Рита заплати за куртку». Рита Дакота, которая из себя корчит, ну такую просто пресвятую даму, дорогие мои. Все, что требовалось, это просто отметка в инстаграме в одном из миллиона сториз, которые она постит ежедневно. Позор, Рита. А девке спасибо за крутейшую вещь. Эта куртка будет в моей регулярной ротации. Это просто сидит как перчаточка. Господи, боже мой, это крутейшая куртка. Все ссылки на Дарью и Марию и на их шикарнейший бренд я оставлю. В описании носите куртки, какие носит Мадонна и папочка всех сплетников Антон С. Теперь роскошь, роскошь. Девки носить буду регулярно. Подгон просто года. У кого есть еще тоже малый бизнес, ребят, пишите ему ассистенту Екатерине. Она обязательно устроит пересылку в ваших вещей. И мы абсолютно бесплатно со всеми вашими ссылками упомянем в наших видео. И, дай бог, поможем кому-нибудь в малом бизнесе. Но эта куртка еще, ну вы видите, да, эта куртка просто расскажет. Дарья и Мария, папочка сплетников однозначно рекомендует. Здесь у нас, дорогие мои, ситуация. Сейчас появилась новость. Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Это интересная ситуация, потому что примерно тогда же в Варшаве, вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть, мы говорили про то, что Алекса отбила. Ну, по факту, не отбила. Я не знаю, как это вообще выглядит, да. По факту, ситуация была очень простая. У этого Дайчева жена только родила или была беременна. Вот и не помню вот этот вот нюанс. А он ушел к Алексе, который он персонально тренировал. Это был скандал. И Алексу осудили, что, ладно, мужик может сам уйти. Да, давайте допустим ситуацию так. Но по факту, что мы имеем? Если ты знаешь, у него есть беременная жена, ну останови его. Нет. И что бы вы думали? Мужа Алекса тогда ловили в баре, в объятиях девушки модельной внешности. И, значит, вроде как все сразу говорили, что мужика не исправить. Сам фитнес-тренер, который ушел в свое время от беременной жены к Алексе, сообщил, что дама на фото просто очень благодарила его за онлайн-тренировки. Видимо, спортсмен очень падок на комплименты, раз начало все обнимать свою клиентку. И вот вроде как измена очередная была. И вот Алекса сейчас вышла за него официально замуж. Интересный момент, правда? Ребята, вот насколько вы верите в такую простую формулу, как люди не меняются? Люди не меняются никогда. Это моя четкая позиция. Если ты изменяешь, ты будешь изменять. Если ты ушел от беременной жены, это показатель тебя как человека. Это показатель того, что, скорее всего, ты не остановишься. И никакая замечательная Алекса, про которую сто лет в обед ничего не слышно, качественный певец. У нее папка, вроде говоря, там серьезная. Поэтому девочка точно бедствовать не будет. Но ситуация здесь в другом. Ах, вышла таки замуж, да? Вот любовь зла полюбишь и козла. Не знаю, как это можно назвать. Но, тем не менее, ситуация здесь очень простая. Мужики в данного толка, они не меняются. Ходоки они всегда. Это навсегда. И поэтому, если вы связываете свою жизнь с ходоком, учитывайте две вещи. Ходить он будет всегда. И вы должны это принимать. Потому что он будет просто скрывать, и все равно будет ходить. Но здесь идет второй такой небольшой нюансик. Если он будет ходить налево, возможно, он также встретит еще более круче даму, чем вы. И уйдет уже к ней. Потому что такое он повторял. Мне очень интересно послушать ваше мнение, дорогие мои дамы и господа. Смотрите, конечно, дамы. Меняются ли люди? Меняетесь ли вы? Именно мы здесь не говорим про политические позиции, еще что-то. Это нормально меняться, да? В данном случае. Но именно в контексте вот этих вот низменных привычек, назовем так. Сказать совет да любовь? Да тьфу на вас и растереть. Не желаю вам ни совета, ни любви. Я не моралист. Я не моралист. Но когда я вижу такое, мне неприятно. Вот такой я противоречивый человек. И не можете меня сейчас поймать на моем противоречии. Я признаю, я противоречивый человек. Эту пару я терпеть не могу. Поэтому ни совета, ни любви. Не то, что они вам нужны очень сильно, да? Я вам давать ничего подобного не буду. Это я привез деткам всякие кружки, краски, раскраски. Дети, провел отцессал детства. Поец детского творчества имени Дарты. А это, дорогие мои, Киркоров сейчас, значит, в Макеевке. Это вот тут, да. Прости меня, Россия. Ну, назовем это так, да. Дошел он до детского дома, где дарил куклы с изображением себя любимого. Она ездит, извиняется, преклоняет колени, надеется вымолить прощение. Вы знаете, я много сейчас разговариваю с людьми. Я много интересуюсь всей вот этой вот ситуацией, да. Почему? По какой причине? Неужели денег нет? Во-первых, по факту. Там не столько уж много и денег у Киркорова. При его расточительном образе жизни. А вы знаете, что образ жизни у него расточительный. И одежда, и эскортники, и вот эта вся тема, да. То есть человек вообще ни разу не экономит деньги. Поэтому сказать, что у него куча, куча денег. Ну, возможно, живет он неплохо. Ну, не так, чтобы полностью отказаться от тех самых концертов у той же России, где он собирал те самые стадионы. Здесь большой вопрос, конечно, после всех вот этих поездок, закроют ли ему въезд на Запад. Потому что то, что он сейчас делает. Но это классическая поддержка агрессии, классическая поддержка войны, безусловно. Таким образом, он вымаливает вот эти вот прощения. А второе, вы знаете, я очень много думал, размышлял по поводу Филиппа Киркорова и той же Лолиты, да. Но, знаете, есть вот эта вот советская вот жилка в них, когда ты преклоняешься перед властью. Особенно, когда власть в свое время тебя очень сильно ласкала. Ты преклоняешься перед ней. И даже, вопреки здравому смыслу, ты продолжаешь заниматься подобным, чтобы выслушаться. Ну, вот он постсоветский синдром, дорогие мои, да. Ездит со своими безобразными куклами с изображением себя любимого. Ну, позорище такое, да. Стыд, позор. Вот что такое Филипп Киркоров. Стыд и позор. По-другому здесь никак это все не назвать. Ну, интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Всем привет. Перед тем, как выложить ссылку на интервью, я хочу сказать несколько важных вещей. Во-первых, я ужасно волнуюсь, потому что я была очень откровенна. Очень. Наверное, так даже нельзя. И поэтому я переживаю, что, как сказать, что на вот эту максимально открытую душу меня начнут судить и осуждать просто за то, какой ты человек, за те поступки, которые ты делаешь, за принятые решения. А я делаю так, как подсказывает мне сердце, куда приведут эти решения, никто не знает, ни вы, ни я. Правильно это неправильно, тоже никто не может сказать. Самойлова, да? Сейчас очень интересная ситуация. Вы должны просто вслушаться вообще, о чем здесь идет речь. Оксана Самойлова. Она, значит, прогрела интервью, которое она дала Галич. Я сейчас все расскажу. Я такое расскажу, что вы там обалдеете. Ничего подобного она не рассказала. Она не рассказала про начало своей жизни в сауне. Правда, Оксауна? Не рассказала она ничего. Не рассказала она, как мужик ее засовывал в рот себе. Ноги девчонок в ночных клубах. Не рассказала она ни про увлечение мужика мужским эскортом. Ничего подобного она не рассказала. Что же она рассказала? Что же она хотела, какую мысль донести? По всем абсолютно пабликам, зэд-пабликам, российским пабликам понеслась вот эта информация, которая делится на несколько таких сегментов. И я вам сейчас все расскажу, и вы сядете с виспинической копой. «Я рожала бесплатно», это цитата Самойлова, «мы были очень бедные». Она рассказала так о своих первых родах. «Я рожала Ариэлу в обычной государственной больнице, бесплатно». Мы так были очень бедные. Выбирать тогда мне ничего не приходилось. Никто не пришел и не сказал мне, что я хочу. Естественные роды или нет. Не было никаких показаний для иных способов родов, поэтому я ходил всю беременность налегке, но я перенашивал, у меня была особа. Рассказывала, значит, она всю вот эту тему. Второе. Джиган сейчас впервые высказался о рождении уже пятого ребенка. Напомню, у них четверо наследников, да? И вот он, значит, воспитывает он троих дочерей и одного сына. И в одном из шоу он признался, что хотел бы еще одного ребенка и желательно девочку. Цитата. «Ну, очень хочется, да. Я не знаю, мне все равно, если будет мальчик, будет классно. Если девочка, еще лучше. Честно, я реально хочу девочку, потому что все, что есть у меня, я хочу отдать Давиду. А Оксана круто воспитывает дочерей». Дальше Оксана добавляет. «Мне легко быть матерью. Мне кажется, родилась быть многодетной мамой». Так она заявила Иди Гатч. Восхитительная информация, да? Вроде как уже особо не рекламирующая ничего, никакие свои непонятные схемы. Говорящая о семейной жизни, о многодетном материнстве, о крепкой сплоченной семье. Что супер важно, да? Вот у нас появляется дополнительная информация, дорогие мои, по поводу Оксаны Самойловой и ее высказывания по поводу вот этой вот семейной, счастливой, многодетной жизни. Пишет мне Пташка. «Антон, хочу поделиться по поводу Оксаны Самойловой. Возможно, тебе будет интерес. Она приняла предложение, отправящей верхушке часто ходить на интервью и пропагандировать невзначай многодетность. Как это легко и прекрасно, что она сама не прочь и пятого родить». И вот дальше присылают мне вот это вот полностью проплаченное интервью у Иды Гайлич, которое она взяла у Оксаны Самойловой. Вот такая вот хитрая стратегия пишет мне Пташка, которая знает, о чем речь, потому что это Пташка в этой системе. Каждый раз, когда я вижу какое-то новое, я пропускаю эти новости. Мне они неинтересны. Мне неинтересны пять детей потенциальных Оксаны Самойловой и Джигана. Мне это неинтересно. Мне неинтересна их личная жизнь. Просто такие инфоповоды, и ты их просто пропускаешь. Они неинтересны. Они неинтересны абсолютно никому. Всем плевать на выводы Оксаны Самойловой. Всем плевать на пятерых по лавкам Джигана. Всем плевать, всем искренне плевать Но, когда появляется пташка И говорит, что это все проплачено Это все часть игры У меня в очередной раз открываются глаза Вы понимаете, я еще до сих пор не научился читать между строк Я не научился этого делать А читать нужно Потому что ни одно публичное заявление Ни одна публичная вот какая-то вот эта вот тема Она не делается просто так Все идет с поднакотой Все идет с каким-то дополнительным смыслом Все идет пиар Все идет тяжелая работа Которая должна донести до многомиллионного населения страны В данном случае, что многодетность это хорошо Тема многодетность, она идет рука об руку С запретом ЛГБТ и признанием ЛГБТ комьюнити Экстремистской организации на Территорийской Федерации Запрещено сургатное материнство Запрещено однополым, нет, мужчинам Короче, все, вот это вот кому, да Он катится Все необходимо положить на алтарь многодетного деторождения Вместо того, я повторяюсь и буду повторяться Девчонки, если у вас нет денег, если у вас нет возможностей Поставить ребенка, вылечить, выучить, поставить его на ноги Да, это долгоиграющая история Вы не рожайте, потому что родив пятерых, вы просто потонь А еще упаси боже, да, это же не уровень, вы же, если вы не уровень Оксаны Самойловой, которая деньги делает из воздуха, вам будет очень сложно А если еще мужик после ваших пятерых, да, свалит в туман, то будет ставить ваших детей на ноги Государство, государство поставит вас на ноги Мне интересно, они дадут там, я не знаю, пятидетной семье шестикомнатную квартиру Они дадут, а вот просто бесплатно Ну вы же родили, вы услышали призыв великого кормчего И вы родили шестерых, дали пятерых Они вам дадут квартиру, они вам дадут нормальную зарплату Или если вы условно живете нам род и родили пятерых Сами и чальте, получается это так, нет? Оксана Самойлова, продажная насквозь, конечно продажная насквозь А сейчас все продажные насквозь, ребят А сейчас все продажные насквозь Ну смотря на то, как Тимати, Оксана Самойлова Упиваясь, захлебываясь своими слюнями Отыгрывают эти повестки, проплаченные полностью повестки От этого становится просто страшно Интересно, правда, да? Вот эта вот многоходовочка такая скрытая Вот так все идет, идет, идет Чтобы в итоге нам что? Оксана Самойлова хочет пятого, да? На что пятерых чалить в какой-нибудь условной Самарской области Мы не знаем Расскажите мне, сколько у вас, ваших наследников Дамы и господа, особенно вот из России, да? Мы не будем говорить там про Швецию, условно Финляндию Ну не дадут тебе там упасть в грязь Не дадут тебе жить безденежно Твоих детей поставят и тебя поставят на ноги Вот мне интересно Сколько у вас наследников И как сложно это в финансовом Сколько хотя бы элементарно у вас на одного уходит в месяц И сколько ему лет этому наследнику Чтобы просто понять вообще, насколько реально Двоих, троих, четверых, пятерых Поднять Ну и пишите сразу свою зарплату, чтобы люди понимали, о чем речь Отвратительно это все Это просто отвратительно Интересно послушать ваше мнение Давайте пообщаемся в комментариях Огромная благодарность всем, кто шлет нам донаты Благодаря вашим донатам видео на этом канале выходит каждый божий день Вы можете кинуть донат через Суперспасибо Это сердечко под видео Или можете кинуть там донат через Бусти Для доната через Бусти Замена вы всегда получаете видеопоздравления Специально для вас записаны Маленькая видеооткрыточка лично от меня С днем рождения, с годовщины Просто привет от Антона С Наш форум благодарности за ваши щедрые донаты Ну и конечно не забывайте про приюты для бездомных животных Наша святая миссия здесь на этом канале Это поддержка бездомных животных И приютов, и волонтеров Продолжайте поддерживать их Пересылайте им копеечку Не забывайте помогать им Прожите доказывать всему миру Каждый божий день Что мы сплетники умеем Не только сплетничать, но и любить Шикарная куртка Дарья и Мария Я не могу на себя налюбоваться Спасибо, девчонки Все ссылки на их бизнес будут в описании И конечно подписывайтесь Ставьте лайки Благодарны всем, кто нашел 25 минут На общении с папочкой сплетников Я вас обожаю, сплетники Увидимся обязательно завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok